Привет, друзья! С вами Виктор Рогов. В этом ролике такое краткое сравнение, краткий анализ нескольких надувных байдарок. Ну, сейчас общий ассортимент моделей наверняка превышает уже штук за 50. Конечно, все их обозреть я не могу. Ну, примерно штук 5 самых таких популярных, на которых ходил и хожу я, и которые чаще всего встречаются в походах. Ну, начну, пожалуй, с Ватерфляя-1. Это была первая надувная байдарка, на которой я стал ходить в Карелию. Когда-то эта байдарка была разработана для коммерческого использования, то есть, чтобы в походе люди, которые вообще впервые в жизни сели в байдарку, могли пройти там небольшие пороги, и с ними ничего не случалось. То есть, главное, чтобы она была остойчивая и надежная. Вот Ватерфляй как раз этим параметрам соответствует. Недаром ее называют даже танк. А если посмотреть по конструкции, то Ватерфляй это, ну, по сути дела, катамаран. Это два параллельных баллона, которые соединяются между собой над водой, и между ними надувное дно. Из-за того, что баллоны находятся на максимальном расстоянии от оси байдарки, то есть, у нее бортовая стойчивость очень большая. Вот на загруженной байдарке можно свободно стоять. Можно стоя рыбачить, например. Эта байдарка предназначена в основном для, так называемой, белой воды, то есть, для прохождения порогов, когда нужна большая стойчивость, чтобы не кельнуться, и чтобы из нее быстро уходила вода. Потому что у нее система самоотлива очень мощная, там 12 отверстий диаметром по 20 мм. Вода уходит, если даже полностью затопит, ну, буквально за полминуты. Дальше она всплывает и идет, как ни в чем не бывало. По сути дела, ватерфляй это плоскодонка. То есть, у нее плоское дно, которое немного поднимается вперед, к носу и к корме. Из-за того, что у нее нет штевня, который рассекал бы поток воды, воду, которую рассекал бы, то она не рассекает воду, она гонит перед собой вал воды. Вот как, например, бульдозер, когда он зимой снег расчищает, он катит перед собой вот этот вал снега, также она катит перед собой этот вал воды. Естественно, этот вал сколько-то весит, и, естественно, нужна энергия для того, чтобы его перед собой толкать. Из-за этого много сил уходит на то, чтобы двигать эту байдарку, и из-за этого скорость у нее недостаточная. То есть, она предназначена для сплава по рекам, по течению, для прохождения порогов, ну, не знаю, какой категории, тройки, четверки, наверняка на ней ходить можно. А вот для движения по открытой воде, особенно на большие расстояния, по морю, по большим озерам, здесь она тоже хороша, но хотелось бы, чтобы скорости была больше. Маленькая у нее все-таки скорость. Получается так, ну, я думаю, километра от трех до пяти, в зависимости от ветра. Главное, ватерфляй, это, можно сказать, для новичков. Вот если вы впервые выбираете байдарку надувную, вы не знаете, как она себя будет чувствовать, вы хотите чувствовать себя уверенно, вот тогда вам лучше ватерфляй. Потом уже, в будущем, когда вы все пройдете, и пороги, и большие озера, и море, тогда вы решите, что, наверное, скоростью не мало и хочется что-нибудь побольше. А может быть, вы и так и будете сплавляться исключительно по рекам, по порогам, тогда ее относительная тихоходность роли никакой не играет. Так, вторая модель, на которую я сменил ватерфляй, это Варвар. Варвар 380. Главное, что я заметил при первом же выходе на воду, это скорость. У Варвара скорость, ну, как мне кажется, раза в полтора выше, чем у ватерфляя, при тех же самых усилиях. А почему такое случается? Да потому, что у нее обтекаемая форма. У Варвара обтекаемая форма сигарообразная. Поэтому вода хорошо обтекает в байдарку. А вот если присмотреться, сейчас вот тут видно, вот, когда байдарка правильно загруженная, то баллон носовой воды не касается. Он тут в сантиметрах 5-6 над водой. И воду разрезает только дно надувное, которое имеет тоже очень обтекаемую форму. Вот я думаю, что из-за этого как раз и обеспечивается хорошая скорость. Потому что усилия для того, чтобы разрезать воду, требуется гораздо меньше, чем чтобы эту воду перед собой толкать. И эта байдарка очень узкая. Из-за того, что баллон 25 сантиметров, ее ширина всего 85 сантиметров. Это примерно такая же, как у обычных каркасных байдарок. То есть, можно грести очень близко к оси байдарки. И такие грибки, они не вызывают большого смещения курса. То есть, байдарка очень хорошо держит курс. Особенно держит хорошо курс против ветра, и когда она хорошо загруженная. Тогда она идет против ветра, вот как каркасная байдарка с килем. Можно делать большие грибки, чуть ли не относительно кормы вдоль всего борта. И она почти что не виляет. Во всем остальном, она такая же надежная, такая же устойчивая. Ну, устойчивость бортовая немножко ниже, потому что она уже. Ну, что могу сказать. Первый раз, когда я на ней вышел на рыбалку на порожнем, варваре, я чуть было не кельнулся. Почему? Да потому что непривычно. Тут малейший наклон, она наклоняется градусов на 10, а потом, потом, баллон-то он практически воды мало касается. А вот при крене баллон погружается примерно наполовину, и тут по силе Архимеда, по закону Архимеда, возникает противодействующая сила, и байдарка выпрямляется. Вот тут самое главное не испугаться, когда она так наклоняется. Такой крене совершенно не страшен. И из-за того, что она узкая, она очень хорошо идет там по всяким камням, по таким вот узким каналам. В общем, там, где нужно много лавировать. Хотя длина у этой байдарки 380, она длиннее, чем та же самая ватерфляй, она отлично проходит по тем же самым маршрутам, из-за того, что она более узкая. А вместимость ее ничуть не меньше, из-за того, что она длиннее. И, соответственно, те же вещи располагаются в ней как по большей длине. То есть вот варвар именно 380, не гиганту, у которого баллон 30 см, а 380, у которого баллон 25 см. Вот эту я советую, как самую универсальную байдарку на все случаи жизни. Потому что вы, наверное, знаете, что я не хожу там только по рекам или только по озерам. Мои маршруты, они такие комбинированные. Там и ручьи, и много волоков, и на себе ее таскать приходится. Ну, вес всего 11 килограмм. И по морю хожу. Вот сейчас я на Белое море. И большие озера. Ну, самая такая универсальная байдарка. Я не знаю, что бы я еще хотел. Ну, честно говоря, не знаю. Вот меня все устраивает. Поэтому, если вы еще не определитесь, где вы хотите ходить, только, например, по большим озерам, ну, тогда вам, конечно, лучше каркасную, какой-нибудь, типа Ладоги. Если только по порогам, то вполне варвар хватит. А если хотите вообще все подряд, и ручки, и реки, и озера, и море, берите варвара. Не пожалеете. Третья модель, которая чаще всего встречается в походах, это, конечно, щука. Щуки встречаются поодиночке, и стаями там до 10 штук. Ну, наверное, потому, что эта байдарка самая дешевая. Она дешевле, ну, наверное, всех других байдарок. Она себе хорошо оправдала. Она еще с 90-х годов же выпускается. Вот сколько времени прошло, сколько люди закупились щуками и ходят на них. Щука, она вообще-то плоскодонка. У нее дно, ну, совершенно плоское. У нее даже никаких этих нету разделителей, как вот на байдарке с надувным дном. Ну, она имеет форму такую тоже сигарообразную, из-за этого она достаточно обтекаемая. Конечно, по скорости она не может конкурировать любыми каркасными или полукаркасными байдарками. С тем же самым викингом она не может конкурировать. Но зато она легко проходит всякие шиверы, всякие пороги, потому что камни ей не страшны. Она не жесткая, она такая, ну, как бы это помягче сказать, гибкая. О! Как юная танцовщица, она может легко изгибаться, легко эти камни обтекать. Ну, единственное, что плохо, если она бортом камню ее прижмет течением, то она может просто этот камень с собой обнять, сложиться пополам. Есть у нее такая особенность. Ну, как? Единственное, что мне, например, не нравится в щуках, то, что у нее нет самоотлива, поэтому в нее, если вода попадает, она может, конечно, попадать, хотя там всякие устройства есть, типа юбки и прочее, но вода, она такая штука, она все равно проникнет. То вода оттуда уже не уйдет. И там надувного дна нет, поэтому нужно вещи укладывать очень так рационально, чтобы ничего жесткого, твердого с дном не касалось. Потому что, если это жесткое, сверху встретится с камнем снизу, то в байдарке это не понравится. Тут нужно вещи раскладывать равномерно, садиться так и на что-нибудь большое, мягкое. Ну, и в этом есть, конечно, особенность. Ну, просто с временем люди привыкают. Щуйка, пожалуй, самая распространенная, самая дешевая. Это, наверное, взаимо-таки связанные параметры. И тоже достаточно универсальные. Вот на Белом море я встречал щуки. Тут штук по 7-9 ходит такая группа одних щукарей. Естественно, на любых реках, на любых озерах. Ну, скорость она уступает. Наверное, и варвару будет уступать. Но если сильно не торопитесь, если поход такой чисто отдыхательный, то щука тоже отличная вещь. Четвертая модель, которую бы я сказал, это каньоны. Они двуслойные. То есть у нее есть корпус из такой ткани прочной, но которая воздух сама не держит. И внутрь закладываются баллоны из очень тонкой ткани, которая не прочная, но зато воздух держит. И еще в дно у нее заложено, по-моему, там 4 таких длиннющих, узеньких баллона. То есть ее накачивать придется так по частям. Один баллон, один борт, другой борт, и каждая часть вот это дна. Я просто скажу про каньон Спорт, потому что я видел его в действии. А как было дело? На выходе из Нильмагубе случайно встретились с Артемом Грачевым. Он мой подписчик, он меня узнал издали. У него как раз этот каньон Спорт. И потом мы шли с ним против очень сильного ветра, километра 3, до мыса Ветреной. И вот на этих трех километрах я особо не упираюсь, обогнал его где-то на полкилометра. Потому что у меня сильно был нагружен варвар. Там еще с собой было литров 20 воды. И кроме того, еще всякое там снаряжение, наверное, килограмм 60 было. То есть тяжелый варвар был. А ветер был строго встречный. Нагруженный варвар против встречного ветра идет, ну, вообще как флюгер. Вот прямо. Поэтому я как? Я делал один грибок ленивый вдоль одного борта, потом вдоль второго и отдыхал несколько секунд. Потом опять слева-справа опять отдыхал. Пока нашла. А смотрел, когда глядывался Артем, он делал такие мелкие грибки, так раз, 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 раз. И очень часто. Из-за того, что каждый грибок этот самый каньон сильно поворачивал. Если бы он сделал большой грибок, он бы наверняка разворачивал. Поэтому приходилось быстро раз, 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 раз. На это уходило много сил, и из-за этого он не мог и скорости набрать большой. А почему так происходит? Потому что каньон – это чистая плоскодонка, у которой это плоское дно тоже к корме и к носу сильно поднимается. У нее нос, ну, такой заостренный и довольно высоко над водой. И вот из-за того, что он высоко над водой, из-за этого, наверное, получалась еще и парузность. Потому что ветер-то встречный был. Из-за того, что это дно поднимается, получается, площадь контакта, она, ну, почти что квадратная. Ну, может быть, прямоугольная такая, не очень большая. Из-за этого один грибок разворачивает лодку. Она же плоская, плоскодонка. Потом, после стоянки, я посоветовал ему, Артему, немножко распределить груз. То есть, бадью, бутыль с водой поместить на самый-самый нос подальше, а другие вещи на самую-самую корму. У него просто раньше все лежало за ним, там, на корме, в одном месте. Когда вот он так разнес вещи, то байдарка получила такую инерцию, потому что масса далеко, она стала уже меньше реагировать на греблю. И дальше он вроде пошел легче, то есть, его меньше стало мотать, и он там дошел от нильмогубы до красной губы за один день. То есть, вот каньон, он чем? Чем вообще мне не нравится двуслойное? Вот я бы так сказал. Я не скажу, что мне только каньоны нравятся. Вообще все двуслойные не нравятся из-за того, что именно они двуслойные. То есть, нужно баллон запихнуть в этот корпус, накачать его, чтобы его там не перекрутило, потом за каждым следить из них, а потом, как там в инструкции пишут, для хранения нужно эти баллоны отдельно извлекать, промывать их, внутрь там все пылесосить, чтобы пыль, песчинки не попадали, потому что в пылевых условиях легко могут попасть в корпус песчинки, и эта песчинка, она будет все время тереть, 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 тереть этот внутренний баллон. Она уже с тоненькой такой тканью, или даже пленкой, и он может лопнуть запросто. Такие случаи были, особенно где-нибудь посреди большого такого водоема, баллон лопается, и неприятно происходит. Вот из-за этого только я и не люблю. То, что долгая подготовка, особенно когда первый раз этот баллон, пока туда засунешь, пока надуешь, ой, я люблю вот такие вот. Присоединил насос, хоп-хоп-хоп, глядишь, через 15 минут все накачано. Все быстро и... Ну, а больше про каньоны сказать ничего не могу. Думаю, что они по скорости, по устойчивости, ну, примерно, наверное, как щука. Только что щуки, они вроде как и длиннее, а каньоны одноместные, они покороче. Ну, и пятая модель – это викинги. Ну, честно скажу, мне нравятся викинги из-за названия, из-за того, что эти байдарки очень скоростные. А скоростные они из-за того, что у них есть штевень. То есть там в дне, через от носа до кормы, проходит дюралевая труба, которая создает, ну, такой вот, ну, как, клинообразный вид. И нос у него, получается, из-за этого заостренный, и он рассекает воду. Он не катит ее перед собой, он очень хорошо рассекает, почти что как каркасные байдарки. Из-за этого у него получается высокая скорость. Из-за этого викинги хороши именно для таких вот сплавов, ну, на большие расстояния, когда нужно большое озеро пересекать или вот по морю, когда нужно запросто, скажем, за день 40-50 километров отмахать. На викингах это вполне нормально. Что плохо у викинга, это вот как раз эта труба. Потому что где труба соприкасается с камнями, с мелями, там получается пробоины. Ну, тут уж никуда не денешься. То есть викинг, это в основном для глубокой воды. А вот ходить пороги на них и в мели, это уже не то. Конечно, есть там всякие приспособления, специально эту трубу, пенкой, вот вспененным полиэтиленом, обматывают, чтобы не было таких вот прямых, частых ударов о камне. Ну, все равно это сильно не спасает. Еще у викинга, у него закрытая дека. То есть вверх есть как бы палуба, и в ней там очко или два очка, если двухместная, или даже три трехместной. И там нужно сидеть в юбке, чтобы, если будет дождь идти, или там брызги волной, то, чтобы внутрь воды мало попадало. Ну, вот из-за этой причины стартовать и высаживаться не очень удобно. Потому что, если, например, на море волна идет, это нужно как-то быстро умудриться сесть туда, юбку одеть, и чтобы в это время тебе волну не развернуло, не выкинуло обратно на берег. И чтобы тебе волна не успела это захлестнуть и налить полбайдарки воды. Ну, и высаживаться также нужно успеть, когда она подходит к берегу, выскочить оттуда, чтобы из этой юбки выбраться. Ну, я не ходил на викингах. И это просто мое такое размышление, вот как я себе представляю. А так викингов встречается немало. Я знаю людей, которые ходят очень далеко, на многие тысячи километров. Ну, то же самое и Валентин Чугай, например, и Ольга Апанчук. Они ходят здесь вот, по Белому морю. Туда и обратно тысячи-полторы, а то и больше бывает. Ну, как раз это из-за того, что викинги довольно-таки скоростные. В общем так, если вы планируете длительные походы по глубокой воде, то, пожалуй, викинг самое то. А вот ходить по порогам, по мелким речкам, где там много придется ее волочить, то это нежелательно, потому что из-за этой самой трубы получается много пробоин. Есть, конечно, вариант эту трубу на время таких волоков вынимать. Тогда она просто становится плоскодонкой. Но это не очень удобно каждый раз вставлять, вынимать. Ну, в общем, вот такой обзор пяти моделей. Кратко могу подвести такой итог. Если вам интересна байдарка, которая подешевле, то есть вы начинаете только свою байдарочную карьеру, то берите щуку. Щука самая дешевая и, пожалуй, самая универсальная. На ней можно ходить везде. Если вы хотите большие походы по открытой воде, по глубокой воде, то берите викинг. Потому что на нем можно проходить действительно много за один день. Почти что-то, как на каркасной байдарке, скорость у него большая. Но если вы хотите такие комбинированные походы и такой байдарку универсальную, чтобы она и помелия, и волочить ее было не страшно, и пороги, и озера, и море, то берите вот варвара. Варвар именно 380 с баллоном 25. Потому что такая самая узкая, самая скоростная, самая легкая. В общем, это мой выбор. С вами был Виктор Рогов. Удачи на воде!